Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». Я Галина Топилина. Сегодня темой нашего выпуска станут детские истерики. Как предотвратить бурю и помочь ребенку справиться с эмоциями? Что при этом надо сделать со своими эмоциями? На эти вопросы сегодня ответит психолог Зоя Немирова. Зоя, здравствуйте! Здравствуйте, Галина! Прежде всего, давайте уточним возраст, о котором мы сегодня будем говорить в программе. Ведь для каждого периода, наверное, разные какие-то правила действуют. Но все-таки мы чаще, когда говорим про истерики, обращаемся к детским истерикам, к возрасту, ну, где-то до 8 лет. Потому что после 8 лет все-таки истерики приобретают уже некую другую форму проявления. У тех же взрослых или подростков они проявляются совсем по-другому. И вот такую вот открытую форму выражения негативных эмоциональных проявлений, ну, например, как каждый же родитель наверняка заставал своего ребенка где-то в магазине, кричащим, валяющимся по полу. То есть это все-таки, ну, больше про младший такой возраст. Так как дети еще не умеют управлять своим эмоциональным состоянием, они начинают истерить. И истерик часто приобретает, ну, такой манипулятивный смысл для того, чтобы сманипулировать родителями или бабушками, ну, или тем, кто находится рядом, для того, чтобы получить желаемое. Со взрослыми, ну, такая форма манипуляции, ну, уже не со всеми удобна, да, и не все на нее ведутся, скажем так. Это если в детстве заблокировали вот это вот родители, да, что невозможно манипулировать плачем. Или в любом случае перерастается. И поддерживают вот эту игру, ну, что с ними так можно. Потому что вот здесь же такой механизм срабатывает, что когда ребенок плачет или истерит, а еще это происходит публично, многих родителей это берет в точку того, что я плохой родитель, что мой ребенок не умеет себя вести, и что так себя вести стыдно. И вот здесь тогда, если мы начинаем ребенка в этом стыдить, запрещать ему себя так вести, орать, записывать, ну, стереотип поведения, что выражать свои эмоции — это плохо. Так еще и окружающие ведь масло в огонь подливают. Вот этот, вы что, не будете успокаивать его? Да, и, ну, это усиливает чувство вины и стыда у самого взрослого. И у него в этот момент внутри начинает происходить такая же истерика, да. То есть, и вот здесь, ну, важно себе напомнить, что в нашей диаде ребенок взрослый все-таки взрослый я. И вот эта фраза даже есть такая, что «я большой, а ты маленький» — она помогает взрослому успокоиться. Он-то точно знает, что от того, что ребенок плачет, это никак не скажется на его статусе плохой или хороший родитель. А если еще родитель будет помнить о том, что в этот момент тоже формируется важный такой компонент психики — ребенок учится проживать вот эту неопределенность, непереносимость каких-то ситуаций, вот это тяжелое в данный момент. И здесь единственное, ну, нужно пользоваться правильными приемами, как поддерживать ребенка в истерике. Потому что у нас у всех, у каждого разный набор. Кто-то начинает орать, кто-то начинает оттаскивать ребенка куда-то. Сложно поддержкой называть. Кто-то тут же бежит покупать. Ну, то, что требуется, это как раз вот там манипуляция, да. То есть вот про это можно, про каждый способ поговорить более подробно. Да, обязательно поговорим. Еще вопрос — истерика. Все-таки что такое именно истерика? Когда детский плач и гундеж возводятся уже в ранг истерики? Ну, вот здесь, да, иногда... Кстати, такой хороший пример приведу. Недавно была в аэропорту и замечала такую ситуацию, что ребенок стоит, плачет. То есть он просто орет на весь коридор. И как только мама скрылась за дверью, он ее не видит. Вот прям одна секунда, и он замолкает. И это уже скорее все-таки про такую манипулятивную истерику, когда ребенок привлекает внимание конкретного человека. И этот способ, самое главное, у него записался как рабочий, да. То есть он работает. Ребенок всегда, ну, точно знает, что если он будет орать, ну, на него обязательно обратят внимание. Вот если он будет сидеть тихонько рисовать, например, или лепить из пластилина, ну, не факт. Потому что часто родители пользуются этими моментами и быстрее-быстрее начинают делать свои дела. Так ведь? А вот как только появляется какое-то, ну, мы называем это девиантное поведение, не совсем подходящее под рамки нормального, родители тут же подключаются. И вот тогда очень важно включать вот эту родительскую мудрость и осознанность и поддерживать своим вниманием то поведение, которое мы хотим, чтобы ребенок транслировал и окружающим, и чаще пользовался этими навыками. Поэтому я лучше говорю дать поощрение, когда он, например, рисует или лепит, или делает то, что вам нравится. И вот здесь про разные «где плач, а где истерика». Очень часто я советую обратить внимание, что вот это сильные эмоциональные проявления начинаются у ребенка, ну, особенно до восьми лет, когда, правда, не удовлетворены его еще базовые потребности. То есть он хочет кушать, он не выспался, он, например, хочет пить, да, или он устал. Часто же так бывает, что, ну, правда, в школе он устал, либо дома он не поспал в тихий час, если это совсем маленький ребенок. И вот здесь можно плавно перейти к тому, что одним из способов предотвращения вообще истерик и того, что что-то идет не по плану, является четкий распорядок дня. Вот если мы придерживаемся этого правила, а это дисциплинирует и родители, и ребенка, то истерик становится меньше. Потому что когда базовые потребности удовлетворены, мы спокойны. Вспоминайте, если мы сами голодные, мы тоже злые, и мы тоже можем срываться, это у взрослых называется, да, ну, на кого-то накричать, найти какой-то повод. Вот. Но так как все-таки в большинстве случаев мы умеем управлять своим эмоциональным состоянием, ну, особенно с чужими, то, как правило, выхватывают близкий дом. И вот здесь очень важно предупреждать ребенка заранее о том, что какой-то план на день меняется. Потому что, в отличие от взрослых, дети очень полезны и эмоционально реагируют на какие-то изменения. И, может быть, уделить этому особое внимание, то есть, что мы не пойдем, например, в магазин, или мы не пойдем кушать мороженое, или мы не пойдем в парк для того, чтобы у ребенка уже это закреплялось, и он потихонечку к этому привыкал. Потому что, когда это неожиданно, это записывается как форс-мажор, неопределенность. Во-первых, мы не знаем, куда пойдем, поднимается тревога, и эта тревога охватывает, как правило, и маму, и ребенка вместе. Но это превентивные все меры, да? Еще что-то есть из предупреждающего? Или можно уже перейти в саму истерику? Это такой самый актуальный момент, да? Вот чем спокойнее родитель, чем стабильнее сам родитель рядом на протяжении всего родительства, если он сам не впадает вот в эту беспомощность? Вот истерика — это беспомощность удовлетворить свою потребность за счет себя. И, соответственно, если мы накладываем это на фигуру родителя, то если родитель не чувствует себя беспомощным в тот момент, когда ребенок проявляется по-разному, то и истерику ребенка будет меньше, потому что ребенок транслирует в мир, как правило, ту эмоцию, которая царит в семье, в его ближайшем окружении. Если мы себе часто напоминаем о том, что мы первый раз родители этому ребенку, и самое главное, что второму, третьему, седьмому родители тоже первый раз, потому что дети все очень разные, и в одной семье бывают совершенно непохожие друг на друга дети, то у нас появляется такая возможность учиться. Учиться управлять истерикой ребенка, а у него появляется возможность учиться управлять своими эмоциями, и начинает формироваться его эмоциональный интеллект. И тогда, правда, вот истерик как способ реагирования на окружающую среду становится меньше. А если мама или папа, или бабушка все время сами не в своих неудовлетворенных потребностях, они не досыпают, они не доедают, потому что все внимание уделено ребенку, то ребенок вот эту вот неудовлетворенность начинает в виде истерик транслировать вовне, потому что мама себе может не позволять так себя вести, ей по статусу не положено, и по возрасту. А ребенку можно, да? То есть, ну, для ребенка все-таки все равно все проявляют снисхождение, лояльность. Но вот как себя вести, когда уже истерика разгорелась, это другой вопрос. Да, вот вы говорите, что не надо реагировать. Это что, вот стоять и молча слушать, пока вот это вот все не закончится само? Нет, хотела бы уточнить. Не реагировать равно игнорировать. Ну, нет, не игнорировать, а как не вестись на вот это вот все? Да, вопрос, как не вестись. Потому что вот мы уже говорили о том, что когда ребенок начинает так себя вести, ну, у нас тоже подъезжает очень много своих негативных чувств. Да, то есть, и если у нас нет тоже способности проживать вот это тяжелое, потому что для родителей это тоже тяжелая ситуация, да, она все равно нестандартная, он же не каждый день так делает. Никто публичное осуждение не отменял, а для нас это для всех является тоже таким пунктиком, что про меня подумают. И вот в этот момент важно успокоить свою истерику внутри. И здесь, ну, как нельзя кстати, и лучше нам на помощь приходит наше дыхание. Оно всегда с нами, 24 часа. И правда, лучше сделать глубокий вдох-выдох. А еще я рекомендую всегда, есть такой способ гонщиков, у них же нет как бы большого количества времени для того, чтобы справиться с эмоциями. Нужно досчитать от пяти до ноля, ну, в обратном порядке. И это приведет родителей, во-первых, в более ровное эмоциональное состояние, а уже своим эмоциональным состоянием мы можем ребенка выводить из того состояния, в котором он застрял. Потому что ребенок-то в этот момент застрял в беспомощности, а значит в злости. И он эту злость транслирует. Если он собой не управляет, то им управляем мы. Вот самое интересное, давайте как. Да, важно ему сказать, ты расстроен. И сделать паузу. Потому что в этот момент нотации не слышны. Если ребенок, тем более маленький, он вообще не очень реагирует на словесные проявления. Да, они же не слышат ничего, когда их говоришь. Конечно. И вот если мы в этот момент опускаемся на уровень ребенка, можно также присесть, иногда прилечь, смотря как позволяет ситуация. Лечь рядом на полу. Ну не в магазине, конечно. Но если это дома, например. То есть показать телесно ребенку, что я рядом. Вот если мы уходим, то у ребенка записывается такая не очень для жизни потом хорошая вещь, что меня не поддерживают. И ари, не ари, никто не поможет. А если мы своим видом и своим присутствием спокойным, взрослым показываем, что я рядом, я это выдержу, я готов к диалогу, но после того, как ты успокоишься, можно даже об этом и говорить, да, я, ну, буду рядом столько, сколько тебе нужно для того, чтобы успокоиться, расстроен, злишься, что-то сейчас не по-твоему, и точка. И вот когда дойдет и справа в левое полушарие, ребенок может начать и говорить, да, да, что-то не помоем, вот, не купили, не сделали, да, то есть не накормили, спать не положили. И он в этот момент получает как бы разрешение на выражение вот этих негативных чувств. Но мы же, как мудрые родители, понимаем, что в состоянии аффекта ребенок не слышит. Поэтому можно, знаете, приобнять, да, где-то даже лучше сзади, ну, потому что, когда нас обнимают сзади, мы чувствуем поддержку. Можно даже слегка похлопывать ребенка в такт его сердечку для того, чтобы он приходил в тело. Ну, потому что, когда мы эмоционируем, мы как будто бы из него выходим. Так ведь? То есть мы не в себе, как говорят, вернись в себя, да, то есть его для того, чтобы мы возвращались в тело, в том числе и ребенок, можно прям дотрагиваться. Раньше же, вот, ну, кто-то же прибегает к телесным в этот момент каким-то воздействиям, да, то есть кто-то одергивать начинает, либо, ну, кто-то шлепать начинает. Это тоже бессознательная попытка вернуть человека в тело. Но она содержит такой достаточно агрессивный в себе посыл и только усугубляет ситуацию, потому что мы начинаем злостью обмениваться. А когда мы делаем это с добро, мы просто напоминаем, что я здесь, и ты здесь, да, и я тебя вижу. И в этот момент складываются доверительные отношения, и ребенок понимает, что, ну, родитель поможет ему прожить это тяжелое, да, он рядом, и у него точно есть опыт, и я могу на него положиться и опереться. И вот это такой важный компонент. Либо, если ребенок чуть-чуть постарше, ну, даже помладше, мы можем ему тоже напоминать дыши, да, то есть просто напоминать о том, что он может делать глубокий вдох, выдох, можно даже утрированно громко начать дышать для того, чтобы он присоединялся к нам по дыханию, потому что, когда ребенок орет, ну, или любой человек орет, он в этот момент не дышит. Ну, вы можете это проэкспериментировать, попробовать, да, то есть это обычно все происходит на выдохе, а вдох не делается. Понятно, что это рефлекторный процесс, и организм сам дышит, но когда мы фиксируем на это внимание, то внимание возвращается в настоящий момент в тело, а значит, появляется уже вот эта осознанность, присутствие, и можно устанавливать контакт. то есть простыми словами пожалеть надо или нет? Я очень люблю, да, Галина, это слово пожалеть, но как бы в этот момент мы как будто его делаем слабее, так ведь? Нам его жалко. Ну, а как же обнимать, поглаживать и говорить, что я рядом, если простыми словами пожалеть? Поддержать. Вот когда мы рядом, вот жалость, само такое слово, ну, к ней можно по-разному относиться, но я всегда говорю, жалеть значит жалить, то есть делать человека беспомощным, разный посыл, да, вот нам-то важно сделать его сильнее, чтобы он, чувствуя нашу поддержку, становился сильнее. Когда мы его жалеем, то есть мы его делаем беспомощным и маленьким, такой вот, ну, важно. Иногда можно пожалеть, да, и кто-то говорит, приходит, говорит, хочу на ручки, пожалей меня, пожалуйста, да, ну, вот, как бы, как бы, а сказать, например, в этот момент, ну, мне жаль, что так вышло, ну, вот эту фразу тоже можно, потому что вам правда жаль, жаль, что игрушка сломалась, жаль, что не поспали, жаль, что не поели, жаль, что не могу купить в данный момент, да, и тогда, это же правда, мы берем ответственность за свою часть, ну, привнесенного, как вариант, неудобства, и тогда ребенок тоже понимает, что, ну, мам понимает, что с ним происходит, да, А малыши способны это понимать, когда им вот это вот все говоришь? Это, конечно, ну, чем раньше начнете, тем будут более способны, кто-то же и во взрослом возрасте не способен проживать, это тяжелое, и вот здесь, если человек формирует у себя такой паттерн поведения, как истерика внутренняя, да, а истерика — это неспособность управлять своими эмоциями, то в дальнейшем, ну, в таком взрослом возрасте это переходит в панические атаки, да, то есть у человека начинают формироваться уже симптомы, ну, потому что орать он прилюдно не может, да, то есть от тела надо как-то от этих эмоций избавляться, кто-то начинает где-то терять сознание, у кого-то формируются другие симптомы, чтобы это не уходило в хронические сопли, например. Много же людей, которые страдают зависимостью, и нафтезиновой той же, да, то есть это тоже неспособность проявить словами через рот то, что я сейчас чувствую, и открыто заявить о своих потребностях. И чем раньше мы начинаем формировать в семье вот такую атмосферу доверия, когда человек может озвучивать свои потребности, выражать открыто свои эмоции, тем меньше потом симптомов у него по жизни, и тем быстрее он учится собой управлять. Ну, по крайней мере, я на это трачу большое количество своей профессиональной деятельности для того, чтобы научить людей общаться по-другому, потому что чаще мы слышим другой паттерн. Нам говорят «не ори», «замолчи», недавно прям слышала «не кричи, бить не буду», но это правда, то есть и до сих пор это такое есть. И это не формирует здоровье психики и только усугубляет ситуацию, к сожалению. Бывает в момент истерики дети произносят такую фразу «плохая мама, плохой папа, я тебя не люблю». Как на это реагировать, что с этим делать? Опять же, хочется прояснить и снять, может быть, родители в этот же момент обидно. родителям. Так ведь? Ну, разумеется. на уровень ребенка. И муж тоже в этот момент обидно, что вы ему что-то не делали. «Обидно, что прям обида, неприятно». Здорово, но кто-то же обижается. Это уже у более осознанных родителей неприятно. Вот здесь важно помнить, что дети не просыпаются проживать вчерашний день. Ну, объясню, что это. Они не тащат предыдущие переживания, обиды, как мы взрослые. Они живут все-таки в моменте вот в этом пресловутом. И если правда мама что-то не купила, ну, то на данный конкретный момент конкретно в этой ситуации я ее не люблю. Некоторые говорят, ненавижу, я тебя убью, я часто слышу такие, да. Но это потому, что он не может пока словами сказать, я сейчас очень на тебя злюсь. Потому что такой фразе его, как вариант, ну, не учили, он ее не слышал. Это к разговору о том, ну, с какого возраста можно начинать. И вот если мы начинаем, например, с того возраста, как ребенок начал говорить, говорить такими фразами, озвучивать не то, что ты плохая и то, что ты плохой ребенок, например, потому что свои игрушки раскидал, а мама заходит и говорит, я сейчас очень злюсь, когда вижу бардак, то у ребенка формируется другая культура речи. И тогда он, когда будет плакать в очередной раз по поводу неудовлетворенной потребности, он скажет, как же мне себя жалко, что мне не купили пятидесятую машинку. Но если он эту фразу слышал, потому что вот здесь важно отмотать назад и посмотреть, а где он получил такое же обращение к себе негативное, когда ему кто-то тоже сообщил, что он плохой мальчик или плохая девочка, потому что он чего-то не сделал, как вариант, или он где-то на хулигане. И вот чтобы не было неприятно, важно показать, ну как по-английски разговаривать, другую фигуру речи, научиться озвучивать свои чувства, потому что когда мы их озвучиваем, в этот момент мы ими управляем. Но это опять же превентивная мера. Что говорить, когда уже эта фраза произнесена? Когда уже назвал плохой мамой? Вот здесь важно тоже дать обратную связь, что мне сейчас неприятно такое слышать. Злишься. Точка. Я тебя понимаю. Понимаю, злишься. Сочувствую. Вот можно, кстати, вот эту жалость проявить через сочувствие. Сочувствую, что... Мне вообще жаль, что нам приходится с тобой сейчас это проживать. Мне вот эта фраза очень нравится тем, что через вот это тяжелое мы же проходим вместе с ребенком. И мне правда жаль, что мы с этим столкнулись. Но если мы еще добавляем, что благодаря этому мы станем с тобой сильнее, то ребенок начинает понимать, что, ну, все не зря. Потому что, ну, игрушек может не быть в магазине. И во взрослом, ну, во взрослом возрасте не происходит мгновенного удовлетворения своих потребностей. А мы все этого хотим. Ну, вот, понаблюдайте за собой. Мы же сейчас правда очень требовательны и очень избалованы тем, что наши потребности очень быстро удовлетворяются. Хотим есть, заказали, да, хотим пить, купили. Нет никаких трудностей, и мы стали сами очень инфантильными. А если родители инфантильны, то дети в 10 раз сильнее, да, то они вообще не терпят вот этой неопределенности и вот проживание вот этого тяжелого, но, к сожалению, или к счастью, взросление происходит через умение проживать неопределенность. И если мы, как родители, помним, что, помните, раньше так говорили, может быть, грубо, но бабушки особенно так говорят, старенькие, золотая слеза не выкатится. вот этот момент такой, что я даю этому время, пространство, ну и какую-то часть все-таки это прожить, это из себя вынести. Помню о том, что все-таки это более полезный способ, например, нежели ребенка в этот момент сломать, заткнуть, чтобы это ушло в тело, потому что из тела это доставать проблематичнее потом и лечить какие-то симптомы, ну тоже для родителей не очень хорошая история. А как отличить истерику от каких-то других эмоциональных состояний? Депрессия может быть, тревожность, тревога? Вот все-таки депрессия это когда нет контакта со своими чувствами, да, если мы не понимаем, что с нами происходит в этот момент. И ну она это все-таки более свойственна уже в таком во взрослом возрасте, ближе к подростковому. И она как раз формируется, когда есть запрет со стороны окружения на проявление этих чувств. Это когда нам часто тоже говорили, например, с детства не бойся, не плачь, не ори, да ладно, не расстраивайся, не стесняйся. Вот это же тоже, ну такое невольное. мы вроде с одной стороны хотим помочь человеку стать смелее, добрее, менее тревожным, а на самом деле мы как бы вот потихонечку разрываем вот эту связь правого и левого полушария, когда ум с чувствами не дружит. И либо человек становится правда очень таким рациональным, безэмоциональным, а потом это начинает приводить уже к каким-то депрессивным вещам, когда он просто не чувствует себя в первую очередь. Потому что важно помнить о том, что нам нужны и важны любые чувства. Это наша энергия. Да, вот он когда орёт ребёнок или взрослый, да, у него в этот момент столько сил, он же сильный, он же вырывается, его ещё не так просто утащить из этого зала, так ведь? Потому что в этот момент он активизирует все свои силы внутри. И когда мы тоже понимаем, что ага, ребёнок привыкает через вот такую злость ну как бы добиваться своего, да, активизировать в себе энергию, вот эту силу, а как ещё можно, как ещё можно другими способами его научить? А значит, вот много энергии, такой эмоциональной, к нам приходит в интересе. Вот если мы начинаем ребёнка вот приучать жить в интересе с раннего возраста ко всему, а значит, сами начинаем проявлять интерес, тогда, ну как бы и истерики уходят на другой план. Зоя, у нас время выпуска подошло к концу, но у меня возник такой вопрос, я его всё-таки задам, мне очень любопытно. Вот не знаю, как на детей это действует, но про взрослых говорят, что иногда бывает полезно прям вот проораться, чтобы высвободить какие-то накопившиеся эмоции, и нужно просто, чтобы тебя никто не трогал, просто вот как-то выпустить это. На детей это действует, вот, чтобы дать прокричаться, и потом будет уже спокойный ребёнок. С одной стороны, конечно, но вот знаете, конфликт всегда появляется, когда чувство юмора запоздало, и если мы даём этому пространство и время, как я уже говорила, что, слушай, ага, 15 минут крика, давай, включаем таймер, и кто громче, ну, дом, например, тогда, правда, ну, у этого появляется какой-то, ну, игровой такой аспект, и мы переводим это в такую экологичную, и причём сближающую форму взаимодействия. Если мы говорим про истерику, как, ну, социально неодобряемый такой паттерн поведение, не разрушающий эмоциональную связь между родителем и ребёнком, тогда, ну, мы просто, как бы, вот, я всегда за то, что нивелируем это, да, и придаём внимание, как бы, его вот той части, которая нам важна, здоровой, да, мы говорим, как здорово, что ты успокоился сегодня, это произошло быстрее, чем вчера, это так круто, и таким образом, ну, ребёнок всё время слышит, что с ним всё так, и у него появляется возможность, ну, в следующий раз ещё быстрее справиться, поэтому здесь, вот, важно успокоиться родителю. Спасибо большое, Зая. Наш выпуск подошёл к концу, я с вами прощаюсь, сегодня на тему детских истерик мы говорили с психологом Зоей Немировой, это была программа «Разговор по душам», до свидания, всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»